Всем привет, ребята! И сегодня я решила поотвечать на ваши вопросы, которые вы задавали мне в моем инстаграме. И, кстати, если вы еще не подписаны, то подписывайтесь, ссылка в описании. Там я с вами больше общаюсь, лайкаю вас, мы там играем в разные игры на повышение актива, поэтому тебе стоит подписаться. Сразу хочу сказать, что все вопросы не попадут в видео, так как их там немало. И мне очень приятно, что вам интересна я и моя жизнь, поэтому не будем долго тянуть и начнем. Первый вопрос. Где будешь отдыхать летом? Честно говоря, меня саму интересует этот вопрос, мы еще с родителями это не обсуждали, но надеюсь, что мое лето пройдет незабываемо. Следующий вопрос, который я довольно часто встречала в комментариях, это на кого хочешь пойти учиться? Многие знают, что я заканчиваю 10 класс и в следующем году мне надо будет куда-то поступать. И у меня есть пару идей, пару предположений, но пока я никому об этом не говорю. Потому что еще ничего не известно и я не хочу это все сглазить. Итак, следующий вопрос. Как ты добилась успеха в инстаграм? Ну скажи так, я не считаю себя супер-пупер успешным человеком в инстаграме и в ютюбе, я только начинающий человек в этом. Но могу дать пару советов вам в этом плане, как продвигать свой инстаграм. Но для этого я хочу снять отдельное видео. И если вы хотите такое видео, то ставьте палец вверх. Было ли желание бросить все и не возвращаться в ютюбе или в инстаграм? Но бросить инстаграм или ютюб навсегда у меня такого не было и надеюсь не будет. Но иногда опускаются руки, нет вдохновения или желания и хочется просто сделать какой-то перерыв. Следующий вопрос довольно интересный. С какими блогерами ты общаешься или дружишь? Если честно, раньше я общалась довольно со многими блогерами, начинающими, такими как я, там у кого было по 100, по 200 подписчиков. Это были там из параллелей знакомые, потом из других стран и городов. Но сейчас я с ними потеряла контакт. И наверное единственный блогер, с которым я общаюсь, это Саша Чистова. Я иногда с ним переписываю и все такое, но как бы с другими я вроде бы не общаюсь. Когда проведешь свою первую сходку? Если честно, я об этом даже не задумываюсь, так как нас сейчас довольно мало и вряд ли есть много людей из Киева. В основном это из разных городов понемножку. Поэтому я не думаю то, что в ближайшее время я ее проведу, но обещаю, что когда-нибудь, когда нас будет очень много, то мы все вместе соберемся и будем тусить. Следующий вопрос. Смотришь ли ты Сашу Чистову? Ну, ребята, если вы меня знаете где-то полгода или год, вы знаете, насколько сильно я люблю и уважаю Сашу. Поэтому на этот вопрос я даже не буду отвечать. Следующий вопрос. Кто тебя вдохновляет? Как вы знаете, я говорила в одном из видео, то что меня вдохновляет Саша Чистова и моя семья и мои друзья. Но сейчас у меня такое время, когда ну вот просто никто и ничто не может меня вдохновить. Вот просто нет вдохновения и все, вот хоть ты тресни. Я не знаю, что с этим делать. Надо как-то выбираться из этого состояния, потому что надо снимать видео, надо выкладывать фотографии в Инстаграм, надо взять, короче, себя в руки. Следующий вопрос. Как долго ты планируешь заниматься и продвигать свой канал на Ютюбе? И тяжело ли тебе монтировать видео? На самом деле я буду этим заниматься, пока мне это интересно. Я сейчас очень сильно хочу продвигать и продвигать свой канал и свою страничку в Инстаграме. И, конечно же, мне очень тяжело монтировать видео, только по одной причине, наверное, это старый ноутбук. Программа очень сильно зависает, иногда просто вылетает, и мне приходится все заново монтировать. Чем ты занимаешься в свободное время? Признаюсь, но большую часть своего свободного времени я трачу на Инстаграм, на просмотры видео в Ютюбе, вместе того, чтобы снимать и монтировать видео. Вот такая вот я ленивая, и я не знаю, что с этим пока делать. И также меня просят передать привет, поэтому привет, Милана. Следующий вопрос. Как долго ты на Ютюбе? Мой канал зарегистрирован в тринадцатом году, но начала я снимать в апреле четырнадцатого года. Следующий вопрос, он такой большой. Что тебя вдохновило вести профиль? Сложно ли тебе это делать и интересно ли вообще? Скажу так, вдохновила меня просто жизнь и моя любовь к фотографии. Я очень люблю это делать, фотографировать и фотографироваться, обрабатывать фотографии. И, конечно же, это очень трудно, это занимает очень много времени. Но из-за того, что мне интересно, я этим занимаюсь. И также передаю привет Маше. Следующий интересный вопрос. Были ли какие-то кардинальные изменения в этом году? Ну, например, если сравнивать с 2017. Пока особо я ничего не заметила, но зная то, что я хочу быть целеустремленной и добиваться всех своих поставленных целей. Продвигать свой Инстаграм, канал, выкладывать чаще видео, радовать вас. И надеюсь, что за 2018 я все это воплощу в жизнь. Следующий вопрос, и не только этот человек его задает. Есть ли у тебя парень? Нет, ребята, у меня нет никого. И буквально вчера я выложила историю в Инстаграм о том, где мой 10-летний брат задумывается о личной жизни, а я нет. И, в принципе, я спокойно себя чувствую. Я не бегу за толпой мальчиков, чтобы, ой, боже, мне нужен парень, типа, как это так? Я к этому нормально отношусь. И пока я просто не нашла человека, который мне подойдет. Многие у меня спрашивают о том, как я сдавала экзамены в 9 классе, какие предметы я сдавала, волновалась ли я. Но хочу вас обрадовать, такое видео есть на моем канале, там я рассказала обо всем от А до Я. И ссылка на это видео будет в описании. Если вы его еще не смотрели, то обязательно посмотрите. Ну что ж, ребята, на этом все. Я ответила на большую часть вопросов. Но если у вас остались еще какие-то вопросы, то задавайте мне их в комментариях, я буду стараться на них отвечать. Не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны, а также подписываться на мой Инстаграм. Ну а я с вами прощаюсь, до встречи в новых видео, пока!